Россия это жопа. Подонок сын избавляется от подонка отца, чтобы получить его квартиру. Там есть острое кино. В конце тьма. Мне сказали отвечать за базар. У нас уроды живут, они по-уродски себя ведут. Да, я смог взять интервью Александра Ханта. Если вы не знаете, кто это, то вы действительно очень много упустили. Можете перейти вот здесь вот по аннотации и посмотреть мой ролик про него. Оно того стоит. И превьюшка вас не обманывает. Хант сейчас действительно снимает фильм на донаты. Но об этом чуть позже. Сейчас здрасте, вы на канале Сеина. И это интервью с Александром Хантом. Так, что не так с кино в России? Да все не так. Ну вообще, так честно говоря, вот я немножко сейчас себя странно чувствую. Потому что все равно я в эту профессию вхожу и так разбираюсь, что и как в ней устроено. Но просто есть ощущение, что очень много в кино, в индустрии вообще какого-то страха. Вообще такое ощущение, что пытаемся отгородиться от проблем и пытаемся что-то запретить, чем разобраться. И допустим, я вот сейчас взялся за тему подростков в новом фильме. И уже там часто я слышу в свой адрес какие-то истории, что вот это спекуляция или что это... Что вот если я за эту тему берусь, не собираюсь я романтизировать историю подросткового насилия. Что вообще, насколько я понимаю, насколько я осознаю ответственность. То есть как бы сразу начинает приклеиваться вот какое-то такое догматичное какое-то восприятие кино, что мне кажется в корне неверно. И наоборот, мне кажется, такие проблемы, в частности подростковое насилие, они просто должны остро и нужно звучать на экране. А то мы, получается, вечно создаем какие-то истории, где зрители находятся в положении, а ну да, вот я такое кино и ожидал. И наши фильмы очень ожидаемые. Вот они никак вообще не удивляют зрителя. Зритель приходит и, ну, с ним ничего не остается. Он каждый раз чувствует себя по отношению к фильму на дистанции. То есть очень мало фильмов, где зрители по-настоящему могут там соприкоснуться с героями, с историей, вообще как-то вжиться в то, что происходит на экране. И это колоссальная проблема. И в том числе потому, что мне кажется, что мы все боимся брать какие-то не очень очевидные, острые темы, которых на самом деле просто миллион, они валом вокруг нас. Но мы все их обходим стороной, и это проблема, я думаю, в нашем кино. Также вещь, которую мне очень хотелось спросить, это по поводу грязи в Витьке-Чесноке. Дело в том, что я замечаю прям конкретную преемственность у разных русских авторов. Достоевский известен тем, что уделял внимание самым маленьким и бедным людям. Как бы ничтожен и несчастен, и вообще абсолютно никому не нужен и не важен. Вот не был человек, а Достоевскому он все равно интересен. И даже скорее, чем он более несчастен и никому не нужен, тем более он интересен Достоевскому. Чехов делал похожие вещи, но более изящно. Гоголь – похожие вещи, только с большим количеством кича, сказочности и вот этой ярмарочной праздности. И все это присутствует в Витьке-Чесноке. Кич – маленькие, никчемные, никому не нужные люди. Их судьбы и ирония над их судьбами. Почему именно грязь? Почему вот так хочется туда? Ну, это вот странно, потому что я никакой грязи не искал. То есть, мне вообще… То есть, передо мной был сценарий, которым я написал сценарий про такую социальную драму. То есть, короткая история, где подонок сын избавляется от подонка отца, чтобы получить его квартиру. И я понял, что вот если меня сейчас возьму и начну это… Найду такое место, где будут косые дома, где будут разрушены дороги и вообще какой-то мрак и там мракобесия. И осенний будет в каких-нибудь серых куртках, а он будет на серой девятке ездить. То это будет что-то вообще не то. И что я не расскажу историю этих людей, а просто дам приговор этому миру, скажу, Россия – это жопа, вот у нас уроды живут, они по-уродски себя ведут. И вообще, как бы в конце тьма. Ну, у меня вообще такой задачи не стояло. И я не могу сказать, что я как бы кайфанул там в поисках. А вот что бы такое, вот пожирнее грязь на тени вообще нет. Наоборот, я подумал, что так, если у меня такая история, как ее так рассказать, чтобы я вообще попал в зрителя. И я попытался придумать, наоборот, такой яркий кич. То есть историю, где, если так взять отдельно какие-то там кадры, там истории, что это было, чтобы это выглядело как вообще какая-то сказка. Фильм за донатой будет называться «Межсезонье». Он основан на истории про псковских подростков, которые вы все прекрасно знаете, и будет раскрывать как раз тему подростковых самоубийств. Говоря про «Межсезонье», это звучит как на самом деле мечта. Я подобную штуку, то, что вот ты сейчас делаешь с «Межсезоньем», я надеюсь, что... Мне кажется, это панацея совершенно и в современном мире, потому что, очевидно, наша современная машина кинопроизводства из студий, из государства, из вот всей этой штуки, она ржавая, сбоит. И, ну, можно видеть, что сейчас в кино в России. И, ну, явно что-то не так идет. А ты делаешь фильм на актуальную проблему сейчас. Он собирается, я так понимаю, целиком из краудфайдинга. То есть это чисто спонсоры, это люди и компании. И ты набираешь актеров, ищешь их через ВК. То есть ты, по сути, это прям... Это даже не андерграунд, это именно целиком такая общественная штука, которая ни от кого не зависит и никому не подчиняется, не имеет вот дела с этими ржавыми шестеренками. Это вот действительно такая панацея? Вообще, я очень верю в независимое кино. И мне кажется, просто, что... Дело не в том, что киноиндустрия не хочет делать острое кино. Она просто хочет делать коммерческое кино, это очевидно. И просто под коммерческим кино, я думаю, что есть много рисков с этим связанных. И, прежде всего, это риск потерять деньги. И так как мы все равно там даже, несмотря на то, что это государственная поддержка, это фонд кино и часть денег невозвратно, но все равно как бы индустрия пытается развернуться в сторону зарабатывания денег. Она прям очень хочет. И поэтому, мне кажется, она сама ищет способы, как изобрести такие истории, которые бы попали в зрителя и притащили бы им деньги. Но они очень боятся сделать что-то рисковое, что-то острое, что-то проблемное. И поэтому избирают такие пути, вот каких-то якобы блокбастеров, которые должны заработать по американским лекалам. Но это, ну, даже в успешных случаях, это все равно явный ощутимый повтор. Ты как бы чувствуешь все равно копирку. Я думаю, что это тупиковая история, и в какой-то момент это все начнет в тупик индустрию приводить. И поэтому, мне кажется, если независимое кино сейчас сделает там ряд фильмов каких-то, которые выстрелят, то индустрия под них начнет перестраиваться. Им нужны примеры. Сами они рискнут не очень готовы. Но если они это увидят, если они это найдут, то я думаю, что сама индустрия начнет меняться. Это начнет становиться общим направлением, движением. И все захотят делать кино, которое, ну, очевидно, работает. И еще. Я обычно такого не делаю, но просто в этом сезоне я потратил очень много сил, времени на то, чтобы создать ряд роликов. Поэтому мне нужно некое подтверждение того, что вам это нравится. И действительно, даже те люди, которые не пишут комменты, там вообще ничего не делают, им интересно смотреть то, что я делаю сейчас. Поэтому 500 лайков, и я выкладываю полную версию интервью. Там почти 12 тысяч символов. Все интересующие вас вопросы прямо там есть. Все оформлено с фоточками. В свою группу ВК. Да, вы просто берете, ставите лайк. И когда понимаете, что их там 500, заходите в мой паблик ВК и читаете там полное интервью с Александром Хантом. Биоу. Просто межсезонье уже поддержали Хаски. Антон Долин, кинокритик. Ты сказал, теперь еще волчок. То есть получается... У нас много-то поддержит. Дождь, гараж. Мы сейчас еще ведем переговоры с разными институциями. То есть все люди, которые... Ну, все люди, источники, которые все это время говорили, что вот, вот бы нам кино, они прям, получается, прям на тебя набросились и видят в тебя вот такого своеобразного мессии. То есть это способ прям... Нет, это мы на них набросились, раз они, как бы, мы сказали, отвечать за базар, как бы, и набросились на них. Поэтому отжимаем от них всякие лоты, книжки и толкаем все это через планету. То есть краудфандинг устроен так сейчас у нас, как интернет-магазин. То есть можно зайти к нам на планету и просто найти себе какую-нибудь фишку, которую можно приобрести в поддержку нашего фильма. И на самом деле, ну, это круто. Круто, что они нас поддержали, дали нам вот все эти свои лоты, которые мы вот так успешно продаем через планету. Но это вообще сложный путь все равно. У нас вообще, как бы, люди не очень любят давать на что-либо деньги, в принципе. А особенно играть в такую долгую, как кино. Потому что кино, это же не просто там, дайте денег, я вам завтра кино покажу. А это дайте денег, я поеду только снимать, и вот только через года полтора вы это кино увидите. Такая немножко история. Ну, мы стараемся, бьемся. И да, в том числе через краудфандинг, конечно, я хочу найти спонсоров, которые позволят мне кино сделать. И вообще каких-то заинтересованных людей, которые могли бы даже помимо планеты нам помочь. Просто вот ты снимал «Чеснока» два года, сколько ты планируешь снимать межсезонья? Я думаю, что где-то так же будет. То есть два года. Ну, это уже время началось. То есть мы уже готовимся, уже идет подготовка. А вот, допустим, такой же режиссер, который идет по твоему примеру и хочет снять даже фильм за год. Допустим, у него не особо сложная трудоемкая работа. Как ему жить? На что? То есть вряд ли же это заложено в «Краула Файл», типа на пиво режиссера. Да, ну, странно собирать на фильм, а потом пить пиво. Ну, наверное, так можно делать, но просто ты кино не снимешь. Но это вопросы для меня тоже актуальны. То есть я не могу сказать, что «А теперь у меня все хорошо, теперь вот я живу...» Нет, я тоже, в общем, халтую, снимаю какие-то истории ради денег, потому что деньги нужны. Но я не очень верю. То есть часто я слышу от молодых кинематографистов, что они думают, что открою какой-нибудь магазин или какой-нибудь бизнес устрою, а вообще-то буду снимать кино. Ну, в общем, мне кажется, это точно не работает. Но если делать, то делать свое дело, и в том числе и зарабатывать деньги своим делом. Поэтому, ну, где-то я снимаю рекламу, где-то какие-то просто интересные истории. Вот недавно я снимал для кинопоэзии, есть такой проект Анатолия Белого. То есть мы там просто снимали на стихотворение такое маленькое кино на стихотворение. Вот. Ну, это возможность, в общем, так быть в своей профессии и деньги заработать. Каждый раз, когда я вижу хорошо играющего актера-ребенка, я искренне удивляюсь. Действительно, до сих пор. Очень странные дела, оно, класс коррекции, даже класс коррекции. И во всех этих фильмах я был удивлен тому, как такие молодые ребята так хорошо играют. Потому что в основном дети играют, ну, просто отвратительно. И если мне это приходит в голову, то, думаю, кинорежиссеру и подавно. И вот знаете, к чему я все это время веду? Для межсезонья Хант набирает актеров через ВК. Типа через ВКонтакте, реально, в котором вы сидите, типа, каждый день. А вот, возвращаясь к межсезонью, вы ищете диктея актеров ВК. Да. Каково это? То есть, есть же у нас там целый яролаж. Почему? Как же он? Ну, во-первых, дети яролаж тоже там. То есть, я просто создал ресурс. То есть, вот у меня есть группа ВК, где любой желающий может прийти. Любой под там, ну, у меня есть там определенные условия. То есть, мне нужны мои герои 16-летние. И поэтому я смотрю ребят только от 15 лет. И, в принципе, там, ну, там до какого-то возраста, который они еще похожи на 16-летних. То есть, они сойдут за этот игровой возраст. Ну, конечно, там 25 лет, это я уже слабо верю. В эту историю просто глаза другие уже у человека. Даже если он выглядит на 16. Вот, и я в разные смотрю места. То есть, группа это не единственное место. Но все равно всех тащу в группу, потому что это, в общем, такой общий конкурс, по сути. Где я смотрю всех этих ребят. Правда, у меня уже там накопилось. И мне там пишут много сообщений, что почему сообщения прочитаны. Все нормально, просто я не добрался еще. Потому что там уже у меня почти 3 тысячи заявок. И из них я отсмотрел где-то 1700. И, ну, то есть, это большая работа, помимо другой работы, которая есть. Поэтому все нормально, потихонечку с этим разбираюсь. И для меня цель просто найти, найти такие жемчужины, таких ребят, которые, может быть, никогда бы и не смогли. И никогда бы я их сам не нашел. Но вот я надеюсь, что соцсеть, группа ВКонтакте станет таким звеном, где мы сможем друг друга найти. И я найду таких себе героев. Для меня вообще мир, в котором мы живем, и Россия в частности, это не место, о котором надо судить. Вот оно такое или такое, вот мы сравниваем с этим или с этим. Это просто место. Место, которое, в общем, такой же космос, как и все вокруг. И если к этому месту отнестись как исследователь, который, в общем, пытается понять, а что вокруг него, то позиция исследователя, она дает тебе вообще какие-то совершенно другие возможности смотреть и оценивать окружающее. И поэтому мне кажется, что мы очень многое недооцениваем в нашей реальности. И порой то, что мы называем грязью, или то, что мы, наоборот, называем какими-то достижениями, имеют какие-то совершенно иные качества. И вот постараться в этом мире увидеть собственную красоту, красоту в плане вот именно, как это устроено, как это работает, как это вообще способно так или иначе себя проявлять, то это огромный мотив для того, чтобы что-то делать. И мне кажется, что... Я не говорю, что нашу страну нужно любить, или нужно ненавидеть, или критиковать. Я говорю, что нашу страну нужно исследовать. И это хороший способ узнать и о себе в том числе. Да, да, давайте пилить эту историю вместе. В общем, я рад, что смог пообщаться. На самом деле, мне кажется, у нас такая была интересная беседа. Ну, в общем, жмем на газ. Спасибо, что посмотрел. Заходи к Александру Ханту, донать ему на фильм межсезонья. Ты можешь непосредственно помочь российскому кино встать с колен. Вот. Спасибо большое, что пришел. Ну как, встретился с нами. Вот. Ты знаешь, где кнопка подписки?